Доброе утро, дорогие телезрители! С праздником Успения Пресвятой Богородицы! Сегодня телеканал ПС и первый сетевизор портала правдосевера.ру ведет прямую трансляцию с Успенского храма города Архангельска. Именно здесь пройдет главное праздничное богослужение в нашей области. И по традиции его возглавляет митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, правящий архипастырь нашей Архангельской Холмогорской епархии. Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который мы с вами сегодня отмечаем, отмечают все православные верующие Русской Православной Церкви и иных поместных православных церквей, живущих по данному церковному календарю. Мы вспоминаем событие, которое положило основание учреждения этого двунадесятого, то есть одного из двенадцати главных праздников. Интересно, что праздник Успения Пресвятой Богородицы по своей значимости, по своей духовной силе называют праздником Погородичной Пасхой. Почему такое именование, усвоенное этого праздника, мы с вами разберемся на протяжении всей нашей трансляции. Вместе с вами следить за ее ходом, за службой буду я священник Валерий Суворов, настоятель Воскресенского храма города Североплинска. Премудрость Только что прозвучали слова «премудрость». Это значит, в храм, в Успенский храм города Архангельска торжественно вошел правящий архиерей, интерполит Архангельский, хомогорский Даниил, для того, чтобы совершить праздничную божественную литургию. Итак, праздник Успения Пресвятой Богородицы. Один из 12 главных праздников Православной Церкви. Он следует после краткого, но довольно строгого Успенского поста. В течение двух недель все верующие готовились к встрече этого важного события в истории христианской церкви. Мы видим, что митрополита Архангельского и хомогорского Даниила в храме встречают духовенство Успенского храма и духовенство храмов Архангельска. Успение Пресвятой Богородицы. 28 августа или 15 августа по старому стилю он празднуется. Праздник имеет одно и то же число празднования, и день, соответственно, меняется. Сегодня праздник приходится на пятницу, поэтому в уставе поста есть некое ограничение. Пост немножко присутствует в этот праздник и послабляется верующим после многодневного поста вкушение только рыбы, и мясо еще не разрешается. Но это то, что касается практической стороны. А что касается самой сути и глубины этого праздника. Что отмечает Церковь в этот день? Событие этого праздника, Успение Пресвятой Богородицы, не отражено в книгах Священного Писания. Ни в Ветхом, ни в Новом Завете мы не увидим прямого изображения этого события. Однако в самом тексте Священного Писания мы увидим многочисленные пророчества о том, что надлежит в мир явиться Деве, Деве, которая родит Спасителя мира, Господа Иисуса Христа, Бога, Эммануила. В Новом Завете мы видим описание Пресвятой Богородицы в тех или иных моментах жизни Спасителя и в первом чуде в Кане Галилейской, и в совершении бесед с учениками, апостолами присутствовала Пресвятая Богородица, и, конечно, при распятии Ее Сына, Господа Иисуса Христа, она предстояла. Но что же было дальше, после окончания земной жизни Спасителя, после Его Вознесения? Ведь Евангелие заканчивается на моменте Вознесения Господа не на небеса. И вот мы встречаем в многочисленных источниках церковного предания о том, что Пресвятая Богородица продолжала благочестивую жизнь среди учеников и апостолов. Помните, после распятия Христос словно усыновил Богородице все человечество в лице Иоанна Богослова. Господь сказал, сын, все мати твоя, жена, все сын твой. Таким образом, Пресвятая Богородица словно стала покровительницей, заступницей всего православного христианского народа. Мы знаем, что после Вознесения Господа Иисуса Христа Пресвятая Богородица была взята на попечение любимым учеником Господа Иисуса Христа, святым апостолом Иоанном Богословом. Вместе они жили в Эфесе. И она там жила, в доме родителей Иоанна Богослова. Это все происходило в тот момент, когда царь Ирод воздвиг жесточайшее гонение на первых христиан. Здесь Пресвятая Богородица молилась о том, чтобы Господь поскорее взял к себе, потому что тяжела была для нее мука расставания с ее возлюбленным Божественным Сыном и Господом. Во время одной из таких молитв, как свидетельствует церковное предание, эту молитву Богородица совершала на месте, где Господь вознесся, то есть на Илеонской горе. И вот ей явился архангел Гавриил и возвестил, что через три дня окончится ее земная жизнь, и Господь возьмет ее к себе. Перед кончиной Пресвятая Дева Мария хотела увидеть всех апостолов. Но апостолы, по Слову Божию, в это время находились в разных странах света, в разных странах среди разных народов, проповедуя Евангелие. Несмотря на это, желание Богородицы исполнилось. Святой Дух чудесным образом собрал апостолов у ложи Пресвятой Богородицы, на котором она молилась и ожидала своей кончины. Сам Спаситель в окружении ангелов сошел к ней, чтобы забрать ее душу с собой. Пресвятая Богородица в тот момент обратилась с благодарственной молитвой ко Господу и просила благословить всех, почитающих ее память. И вот сегодня праздник, который не совсем, может быть, понятен невоцерковленным людям или еще только подходящим к вере. Как можно отмечать и праздновать блаженную кончину, успение, или, как сказали бы люди, светской смерти Пресвятой Богородицы. Как можно это отмечать и праздновать? Что в этом есть радостного? Все дело в том, что в успении Пресвятой Богородицы совершилась величайшая тайна. В успении Пресвятой Богородицы явилась тайна любви Господа к Его Святой Церкви. Пресвятая Богородица всю свою жизнь от отрочества до успения посвятила Господу. И вполне достойно было ей завершить жизнь именно таким освященным Богом успением. Сегодня в празднике, сегодня в Кандаке и в Тропаре праздника мы будем слышать замечательные слова о том, что Богородица в Рождестве Спасителя девство сохранила и во успении мира не оставила и си. То есть в своем успении Пресвятая Богородица открыла всем верующим во Христа людям величайшее заступничество, величайшее свидетельство о том, что жизнь на земле не прекращается с умиранием, но продолжится. Пресвятая Богородица стала еще большей заступницей и ходатайцей за весь человеческий род, совершив саделов во Христе успение свое. Сейчас мы видим, что в Успенском храме города Архангельска, откуда сейчас идет наша прямая трансляция, совершается подготовка к совершению Божественной Литургии. В центре храма на кафедре облачается митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, ему сослужит диаконский чин, на омвоне с кадилами читают молитвы на каждый предмет облачения святительского. Мы видим, что Владыка уже облачил символы священнического служения, и Петрахиль, и Поручий. Поручий свидетельствует о том, что все, что совершает священник во время Божественной Литургии, совершается рукой Господа, принадлежит Богу, а не священнику. Облачает Владыка пояс, который напоминает о необходимости трезвения, целостности, строгости, подтянутости, так если можно сказать, в совершении молитвы, в отсутствии расслабленности. Облачается на Владыку палеца, символизирующая духовный меч. Духовный меч для христианина это слово самого Господа, слово Священного Писания. Поверх этих облачений надевают и подиаконы на Владыку сакас, верхняя одежда, архиерея. Сакас имеет древнюю очень историю и происходит от византийских облачений. Первый сакас был подарен византийским императором патриарху Великого Града Константинополя и был усвоен как одежда, посвященная Христу. Одежда, облачения вообще приносится не в честь священника его носящего, но в честь Христа, который все и вся освящает в церкви. На Владыку одет большой или великий амафор, символизирующий взятые на плечи доброго пастыря погибшую овцу. Возлагаются и символы архипастырской духовной власти святые крест и панагия. На каждое облачение читается молитва, которая увещает архипастыря носить их с упованием на Господа с чистым сердцем, трезвением, покаянием и рассуждением о Боге, о Его Слове. Мы видим, как и подиаконы подносят к владыке символы света божественного свечи трекири и декири. Я подавил добрая тюна Твоя и прославит отца нашего и же есть на небесе всегда ныне признав и в веки веков Аминь. Закончилась торжественная встреча архиереем. Духовенство вышло из алтаря в центр храма кафедры для того, чтобы начать совершение божественной литургии. По уставу церкви, по уставу архиерейского служения божественная литургия начинается в центре храма у кафедры перед плащаницей Пресвятой Богородицы, которая находится в центре храма. Давайте вместе помолимся с духовенством и прихожанами Успенской церкви. Применосозборитель Господи Высоком Преосвященнейший Владыка Благослови помолись о нас Высоком Преосвященнейший Владыка Помяни и нас Благослови Преосвященнейший Владыка Преосвященнейший Владыка Преосвященнейший Владыка Преосвященнейший Преосвященнейший Владыка Преосвященнейший Преосвященнейший Владыка Преосвященнейший Преосвященнейший Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Симон» «Симон» 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 ПЕСНЯ 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 Звучит третий антифон Божественной Литургии. «Во Царстве Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во Царстве Твоем». И далее хором исполняются заповеди блаженства. «Блаженны нищие духом, як отех есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся». Эти и другие заповеди блаженств мы читаем в Христовом Евангелии от Матфея и вспоминаем самого Спасителя, который пришел на проповедь для того, чтобы восстановить истинное поклонение Богу, для того, чтобы раскрыть служение Богу истиной и славой. Воспоминание этого выхода Христа на проповедь совершается сейчас в входе с Евангелием, которое мы видим, совершается в Успенском храме. Духовенство, принесение Евангелия выходит из алтаря в центр храма, к кафедре, где находится митрополит Даниил, для того, чтобы прославить Господа, давшего нам, всему православному христианскому роду, величайшую заступницу, Пресвятую Деву Марию. Духовенство, принесение Евангелия, Духовенство, принесение Евангелия, Духовенство, принесение Евангелия, Духовенство, принесение Евангелия, Субтитры подогнали Симон. 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 «Я же молитвами, Господи, приими жертву сию, в пренебесный твой жертвенник». Жертва, совершаемая нами здесь на земле, совершается и благодаря молитвам Пресвятой Богородицы. Она ходатайствует за всю Святую Церковь. Как воспевает Пресвятую Богородицу Церковь, мы слышим на богослужениях Успения. Вот одна из стихир, которая посвящена Божьей Матери. О дивное чудо! Источник жизни во гробе полагается, и лестница к небеси гроб бывает. Или вот еще одна стихира, в переводе на русский язык, она будет звучать так. Дивное таинство Твое чистое! Престолом Всевышнего явилась Ты, Владычица, и всей день переселилась с земли на небо, слава Твоя прекрасна, сияющая светом Божьих благодатных даров. Девы, с матерью, царя, на высоту возноситесь. Благодатное, радуйся с Тобой, Господь, подающий миру через Тебя великую милость. Славят Твое Успение небесные власти и престола, начало и господство, силы и херувимы, страшные серафимы. Радуются на земле рожденные, красуясь божественную Твою славою. Припадают цари с архангелами и ангелами и воспевают. Благодатное, радуйся с Тобою, Господь, подающий миру через Тебя великую милость. Мы видим, что в алтаре Успенского храма города Архангельска начинается великий вход. С жертвенника духовенству передается дискос с хлебом евхаристическим и чаш с вином для евхаристии. Духовенство с утварью церковной, крестам, крестами, орудиями спасительных страданий Господа, копием и тростью. Копием и лжицы исходят из алтаря и предносят пред престолом Божиим, уготованное к совершению Таинства Евхаристии. Великого Господина Янца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и все Арусии, И спаса Преображенские Соловецкие Родители, Священна Архимандрита, А по вине Господи Бог по Царствии Своем, Всегда на Ним и Снай-Геловик веку. Песня «Священные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический монашеский чин, притчат церковные, братья прихожим святого храма сего, благотворителей, подограссителей, вас и всех православных христиан, А по вине Господи Бог по Царствии Своем, Всегда на Ним и Снай-Геловик веку. Песня «Священная митрополита» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Догматов о почитании Пресвятой Богородицы. Два главных основных догмата о почитании Пресвятой Богородицы существуют в Церкви. Догмат — это не есть нечто косное. Догмат — это исповедание истины, открытое и обозначенное, зафиксированное верующими людьми, открытое Богом и зафиксированное святыми отцами, для того, чтобы мы могли правильно и истинно веровать в Бога. Правильная истинная вера является определяющим для спасения человека. Так учит Святая Церковь. Итак, какие же догматы Пресвятой Богородицы мы знаем? Догмат об именовании Пресвятой Марии Богородицей. Пресвятая Дева Мария — истинная Матерь Иисуса Христа. Она есть и в собственном смысле, и в истинном смысле Богу родится. Ибо, как объясняет Святой Иоанда Маскин, родившийся от нее есть истинный Бог. Посему и родившая истинного Бога, из нее воплотившегося, есть истинная Богородица. И поэтому и Святое Писание учит нас исповедовать ее Богородицей. И Церковь всегда именовала и исповедовала ее Богородицей. Например, пророк Давидск говорил, пророк Исаия говорил, «Все Дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя Ему Эммануил. Ежесказаемо с нами Бог, Дева в очреве примет». Седьмая глава пророка Исаии. И это же пророчество приводится и евангелистом Матфеем в первой главе своего Евангелия. Архангел благовестил Божией Матери о том, что она зачнет в очреве от Духа Святого и родит сына, который наречется сыном Божиим. И это дает нам основание называть Деву Марию Богородицей. Праведная Елизавета по внушению Духа Святого наздавала ее Матерью Господа. Причем слово «Господь» употребляется здесь именно по отношению к Богу, а никак иначе. Это доказывают современные богословы. «И откуда мне сие, да приидет Матерь Господа моего ко мне?» сказала Елизавета, и она исповедала ее Богородицей. Апостол Павел также подтверждает это в послании к Галатам, когда даже преди кончина лета посла Бог сына своего единородного, рождаемого от жены Бога, сына своего, рождаемого от жены. Поэтому истинно именовать Марию Богородицей. И вслед за апостолами исповедуют эту истину и мужи апостольские, и учителя церкви, святые Игнатий Богоносец, Ириней Леонский, Афанасий Великий, Кирилл Александрийский и многие другие древние отцы церкви прямо называют Пресвятую Деву Богородицей. А в V веке торжественно исповедует вся церковь Пресвятую Деву Марию Богородицей. Это произошло на Третьем Вселенском Соборе. Он был созван по случаю ересень истории. На этом соборе были утверждены слова святителя Кирилла Александрийского. «Кто не исповедует, что Эммануил есть истинный Бог, а потому и святая Дева Богородица, ибо она плотски родила Слово Божие, садилавшееся плотью, тот да будет анафема, то есть тот да не принадлежит церкви, потому что искажают ее учения». И второй догмат, почитание Божией Матери, звучит как догмат о ее приснодевстве. Хотя Христос произошел от нас по плоти, воспринял единосущное нам человеческое естество, но произошел не так, как происходят все люди, а сверхъестественным способом. Он воплотился и вочеловечился от Духа Святого, и Марии Девы, как в символе веры сейчас поется. Так что, пресвятая Матерь Его, и до Рождества, и в Рождестве, и по Рождестве прибыла Девы, и есть присно Дева. Свидетельство этой истины мы находим в Священном Писании и единогласном учении Отцов Церкви. Вера всей Церкви в преснодевство Божией Матери засвидетельствована на Вселенских Соборах. Почитание и призывание Божией Матери основано на ее совершенно особым, исключительном служении Богу. Основано на служении, которое поспособствовало спасению рода человеческого. В православном сознании спасительный и искупительный подвиг Господа Иисуса Христа неотделим от Пресвятой Богородицы. И по мысли святителя Иоанна Златоуста, среди людей не может найтись никого подобного Богородице Марии. Она Матерь Спасения, ибо родила Спасителя. Без нее нет Бога-человека, нет Спасителя, нет Церкви, нет Спасения. Так писал знаменитый проповедник и учитель Церкви, святитель Иоанн Златоуст. А в храме завершилось пение символа веры. И начинается совершение евхаристического канона особо торжественной, духовно значимой части богослужения. Давайте вместе помолимся. Благодаря Господа нашему Иисуса Христа, и любым угоняться, и причастие Святого Духа Благодаря Господа. 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 Слава Богу! 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 и приобщиться полноте жизни и этой преображающей славе. Мы не напрасно говорим также о том, что успение, как столько раз напоминает нам апостол Павел, есть временный сон нашей плоти до дня воскресения. И вот, празднуя успение Божией Матери, мы не только верим, что она воскреснет в последний день, как все мы, но мы знаем достоверно из апостольского предания, из опыта Церкви, не только святых, но и грешных, которых взыскала своей любовью и милостью и состраданием Божия Матерь, мы знаем, что она уже и плотью воскресла и вошла в эту жизнь, которая нам откроется в конце времен. Поэтому мы и можем праздновать сегодня полной радостью день успения Божией Матери. Когда с нее пали узы тела, когда она освободилась от границ тварного бытия, когда она вышла из узких граней падшего мира и во всей славе, во всей неизреченной своей красоте, в своей чистоте встала пред лицом Сына Своего и Бога, пред лицом Бога и Отца. Радость наша может быть совершенна, без слез, без горя. Это торжество жизни. Но это тоже свидетельство для нас о том, что воскресение – не пустое слово, что воскресение – не иносказание, но все мы по Слову Божию воскреснем и войдем в полноте нашего человечества и душой, и духом, и плотью в вечность, в радость вечную Господа нашего. Поэтому возрадуемся и возвеселимся в этот день. И как дивно, что русская церковь еще в XI веке прозрела эту тайну. Так восприняла тайну Божьей Матери, тайну жизни и смерти, и воскресения, и последнего торжества, что сделала этот праздник праздником Церкви Русской. Так говорил о празднике знаменитый проповедник, митрополит Антоний Сурожский. Владыка Антоний упомянул XI век как момент установления этого праздника. Но если вглядываться в глубину веков историю формирования этого богослужебного чина, празднования, то, конечно, оно исчисляется веками и идет намного раньше, чем век XI. Это можно проследить в различных сказаниях и преданиях, в том числе апокрифических сказаниях, то есть тех сказаниях, которые не вошли в канон, в число книг Священного Писания, но были признаны Церковью. Вот эти апокрифические сказания о жизни Пресвятой Богородицы возникли в III и IV веках. Уже возникли, были положены как некие тексты и передавались. А ранее этих веков предание ходило из уст в уста. И вот эти благочестивые повествования о последних днях жизни Божьей Матери достаточно рано были признаны Церковью. Они передавались, несколько видоизменялись. Мы видим их в сочинениях таких известных и авторитетнейших духовных авторов, как Андрей Крицкий в VII веке, Герман Константинопольский, Пресвятер Иерусалимский монах Епифаний. Существует две главные редакции сказаний об Успении. Автором первой из них называют самого святого Иоанна Богослова, который считается участником событий. Автором второй редакции, Мелитона Сардийского, епископа II века. Мы видим, что сейчас в храме Успения Богородицы в городе Архангельске начинается причащение святых христовых тайн. Звучит песня. Повторяйте за мною молитву и хребенового чтения. Веруй, Господи, исповедуй, яку ты, если воинный присутствует, святую Бога, жива на вашей дойке, грешной спасти. А ты уже первый ясман, ищи веруй, яку сея самое причистое тело Твое, и сея самая честная кровь Твоя. Молюсь, я бы Тебе помилуй меня, и прости мне при решении моя, вольная и невольная. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведнем. Исподоби мя неосужденно причаститеся при чистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайная дней, Сыне Божий, причастниками оприми. Не во врагов Твоим тайну повем, не лап заняти дам, яку Иуда, но яку разбойник, исповедуй Тя. Помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет не причащение. При чистых Твоих притаясь к Господе, но вы исцеление души и тела. Аминь. Напоминаю, кто не был на исповеди, что либо пил душа в этот день, тот не должен подходить к чашам. У нас три чаши, распределяйтесь равномерно, не спеша. честное и святое и божественное тело Господи Богу, спас нас, Господи Богу. Мы подаем Валерию восстановление. Мы видим, что в Успенском храме начинается причащение мирян, тела и крови Спасителя. Владыка-митрополит Даниил и священники, находящиеся в храме, вышли в центр, в центральную часть храма, на вон, на солью, кафедре, для того, чтобы преподать на ложечки, на лжицы тело и кровь Спасителя. Всем тем, кто готовился и детям, и взрослым. Вы, наверное, обратили внимание, что Владыка предупредил об особым благоговейном отношении к Таинстве. Он сказал, что кто-либо что-то сегодня ел или пил, не должен подходить к чаше. Да, действительно, взрослые люди и дети, отроки должны готовиться к святому причащению, для того, чтобы эта святыня не стала для них святыней его обречения, их неподготовленной души, а именно святыней, поддающей благословение Божие, благодать и радость Христе. Та святыня, через которую в нас входит Господь. Для взрослого человека подготовка к причащению состоит из поста, тем более, что пост Успенский сейчас соблюдали все православные верующие, практикующие. Состоит из чтения особых располагающих к покаянию молитв, канонов покаянного, канон Божией Матери, Ангелу-Хранителю, канон и правила ко святому причащению с чтением тех молитв, которыми готовились к причастию святые люди, прославленные Церковью. У нас есть величайшее сокровище, которое состоит, заключено в нашем обычном молитвословии. Сокровище это в словах молитв, которые дошли до нас, которые были бережно с любовью переведены из греческого и других языков и дошли до нас, чтобы и мы могли правильно, право славить Бога и молиться Ему. Подготовка к святому причащению включает в себя, кроме поста и молитв, еще и очищение совести через таинство покаяния. Таинство покаяния совершается обычно накануне, то есть с вечера перед службой праздника. В каждом храме свои особенности совершения таинства исповеди, поэтому тот, кто готовится ко святому причащению, должен заранее побеспокоиться о том, чтобы без суеты, подготовившись, подойти к исповеди, для того, чтобы очистить свою душу от скверны греха и явить ее душу свою чистой для принятия святыни, тела и крови Господа нашего. Очень радостная и торжественная причастица святых христовых тайн в сегодняшний праздник, в день Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня мы почитаем Успение и телесное воскресение Божьей Матери, ее восшествие на небо, а причащающиеся тела и крови Христа причащаются ведь одновременно и плоти Пречистой Богородицы, которая стала Матерью Превечного Бога. Успение Пресвятой Богородицы очень почиталось и почитается на Руси. Вспомнить даже, сколько успенских храмов существовало и существует в русской церкви, да и во всех православных церквах, по лицу всей земли. Вспомнить главный храм Киево-Печерской Лавры, Великая Печерская Церковь. Это Успенский собор, освященный в честь Успения Божьей Матери. Он находится напротив святых врат, посреди центральной площади Верхней Лавры Киево-Печерской. С его созданием открылась особая страница древнерусского зодчества и иконописи. По свидетельству самого преподобного Нестора Литописца, Каменная Церковь Успения в Печерском монастыре была заложена по благословению преподобного Антония святым игуменом Феодосием и епископом Михаилом в 1072 году. Время, конечно, разрушало этот храм, но и преображало и воссоздавало вновь как незыблемую святыню православия. Известен и Успенский собор во Владимире, выдающийся памятник зодчества до Монгольской Руси. Кафедральный православный храм Владимирской епархии ныне. Первоначально Белокаменный собор в честь Успения был построен при великом князе Андрея Боголюбском в 1158-1160 годах. И уже в 1161 году собор был расписан. Исторически до возвышения Москвы Владимирский собор Успенский был главным кафедральным храмом. В 92-м году этот замечательный собор вошел в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Смоленске, на западных рубежах нашего Отечества, также есть Успенский кафедральный собор. Он находится в центральной части города Смоленска на Соборной горе и возведен в память о героической обороне Смоленска в 1609-1611 годах на месте одноименного собора XII века. Первоначально этот собор был заложен в 1101 году по распоряжению Владимира Мономаха и стал первым памятником монументального озвучества на территории Смоленска. Величественный пятикупольный Успенский собор мы знаем и в Троице Сергиевой Лавры. Он был заложен по повелению царя Иоанна IV Грозного в центре Лавры на предварительно освобожденном от деревянных келье месте. Государь со всем семейством присутствовал при закладке этого храма. Но, конечно, самый главный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы находится в Московском Кремле. Патриарший Успенский собор Московского Кремля. Первый каменный собор, который был построен в начале XIV века в княжине Иоанна I 4 августа 1326 года на месте прежде существовавшего деревянного храма. И собор Успенский был заложен в исполнение пожелания митрополита Киевского и всея Руси Петра. Успенский собор в 1326-1227 году был первым каменным храмом Москвы. При Иоанне III храм перестал соответствовать статусу Кафедрального собора. Вероятно, предназначенный к сносу храм перестали ремонтировать. Но летом 1471 года митрополит Филипп стал помышлять о постройке нового каменного собора храма в Москве. Ибо старый, построенный калитой от древности и от многих пожаров грозил уже разрушением, как писалось в летописном сказании. Строительство нового Успенского собора Московского Кремля огромных для того времени размеров было поручено русским зодчим Кривцову и Мышкину. 30 апреля 1471 года состоялась закладка нового собора. Иоанн Третий пригласил из Италии архитектора Аристотеля Ферраванти, который, полностью разобрав остатки прежнего строения, воздвиг существующее здание по подобию Успенского собора во Владимире. Храм был освящен 12 августа 1479 года митрополитом Герунтием. Судьба историческая этого собора велика. В 1547 году здесь было впервые совершено венчание на царство Иоанна IV. В здании Успенского собора Московского Кремля проходил Земский собор 1613 года, на котором был избран царем Михаил Федорович. В 1625 году в собор была принесена риза Господня, присланная в дар Михаилу Федоровичу персидским шахом Аббасом I. В петербургский период собор продолжал быть местом коронации всех российских императоров, начиная с Петра II. В 1812 году собор был осквернен и разграблен наполеоновской армией, хотя наибольные ценные святыни были эвакуированы в Вологду. Собор был заново освящен 30 августа 1813 года епископом Дмитриевским Августином. Проводились многочисленные реставрации собора и известный и самым таким, наверное, ярким моментом истории XX века является 15 августа 1917 года. Здесь открылся Всероссийский Поместный Собор Православной Российской Церкви, принявший в октябре решение о восстановлении патриаршества Российской Церкви. А 21 ноября 1917 года в этом соборе произошла интернизация патриарха Тихона Беловина. К сожалению, время лихолетия не лишило Московский Успенский собор, и он был закрыт для богослужений в марте 1918 года после переезда в Кремль правительства Российской РСФСР. Последняя перед закрытием храма службы была совершена на Пасху 1918 года. Но ныне храм действует в комплексе зданий Московского Кремля, в музее Московского Кремля. Он является патриаршем кафедральным собором, и в нем совершаются по благословению патриарха особые торжественные службы. Одной из главных святынь Успенского собора Московского Кремля является посох святого апостола, посох святителя Петра митрополита Московского. В Успенском храме Архангельска, в котором совершается служба, также об этом храме сохранилось много свидетельств, исторических сказаний, даже чудес. Милости Божию, Успенский храм, в котором мы сейчас можем прийти и помолиться, возрожден, восстановлен в великолепии и небывалом, но очертание архитектурам соответствует практически тому облику, который имел храм до своего закрытия и разрушения. Мы видим, что завершилось причащение святых тайн, верующие поздравляют друг друга с этим радостным событием, чаша переносится вновь на святой престол, в нее с дискоса опускаются частицы, вынутые из просфор с молитвой о том, чтобы Господь отмыл грехи всех поминавшихся на божественной литургии своей честной кровью. литургии 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 ет 见 het retro hin Аминь. 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 Благословляйся, благословящий Господи, и священный Те упавающий! Спаси люди Твои, и благослови достояния Твое! И исполнение церкви Твои сохрани! Освятия, любящая, благолепая Дома Твоего, Ты и тех вас прослави, божественную Твою силу, И не остави нас, уповающих на Тя, Мир, мир и Твоему, дар и церковь Твоим священникам, обоинцам, И всеми людям Твоим, я, как всякое деяние блага И всяк дар совершенства выше есть, Сходя из Тебя, Отца, от света, И Тебе славы и благодарения и поклонения вас славям, Отцу и сельницам и Духам, Ныне и пречной, и вовеки веков. Аминь Прозвучала заомвонная молитва. Молитва в завершении Божественной Литургии призывает нас испросить Божие благословения на всю нашу жизнь, на все наши предприятия в жизни. Божественная Литургия заканчивается отпустом, особыми краткими молитвословиями, которые прославляют Господа Пресвятую Богородицу. После отпуста, по традиции Церкви, прозвучит проповедь митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила, который закончит богослужение и расскажет о духовном смысле сегодняшнего праздника. Христос, истинный Бог наш, молитвами причистое своей матери, предстательством честного архистратива Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных, святых, славных и всехвальных апостолов, и живо святых отца нашего Иоанна Архиепископа Константина Града Златоустого, святых и праведных Бог Отец, и Акима, и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, як во благо человека любез. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всех вас, отцы, братья и сестры, поздравляю с престольным великим двунадесятым праздником Успения Пресвятой Богородицы. Особенно поздравляю причастников святых христовых тайн, потому что причастники существенно соединились в этот день с самим Господом, а это значит с Его святыми угодниками Божиими и с Божией Матерью. Мы с вами празднуем это событие вместе с апостолами. Первые, первые, кто праздновали это событие, были именно они. И сегодняшнее богослужение, которое мы совершали вот в виде всеночного бдения вчера вечером, оно очень ярко показывает настроение апостола. Вначале был плач, когда Духом Святым они были собраны в одно место, собраны в комнате Пресвятой Богородицы. Узнав о том, что она покидает эту землю, они стали горько плакать, и Божия Матерь стала утешать их, говоря, не превращайте сегодняшнее торжество, сегодняшнюю мою радость в плач. Я буду всегда с вами. Так Божия Матерь утешала апостолов. И на протяжении всей службы видно, как переживали, как чередовалась вот эта вот радость с плачем, со слезами. А конец уже, когда апостолы на третий день собрались вечером и увидели на небе Пресвятую Богородицу, тоже не было скорби в их сердцах. Они увидели ее не только глазами, они почувствовали ее рядом с собой и воскликнули, Пресвятая Богородица, помогай нам! И мы в молитвах читаем, читаем вот удивительные древние тексты о Божьей Матери. Они гласят так, один из них, в молитвах неусыпающую Богородицу. Тем самым мы получаем ответ, чем отличается человек, живущий здесь на земле, от человека, святого человека, который покинул эту землю. Здесь мы не можем молиться друг за друга, сколько мы хотим. Мы обременены плотью, и эта плоть требует сна, требует ворчавства, и многое чего требует. И мы хотим помолиться за человека, но не можем столько, сколько бы желали. Небесные угодники Божии не усыпают. Как мы читаем и поем в этом песнопении Божьей Матери, они постоянно пребывают в молитве и каждый раз слышат нас с вами. И вот сегодняшнее торжество называется Успением. Что это такое Успение? Это некая альтернатива слову смерти. Смерть – это страх. Смерть – это небытие, а успение – это сон и это спелость. И вот часто бывает в нашей жизни, что мы пытаемся человека, который очень сильно устал, мы пытаемся его усадить за столом вместе с нами, чтобы он еще послушал, поговорил. Но вот когда человек смертельно устал, он может от сердца говорить, слушать, веселиться. Он не может. Он хочет спать. И для него самое радостное, если мы скажем, ну давайте его пожалеем, ложись и спи. Вот так же для Божьей Матери не было больше радости, как совершить свой переход, как соединиться с Богом. Она каждое утро ходила на гору, или он, с тем, чтобы просить, молиться Богу. И одно из ее прошений было забери меня к себе. Господи, и сыне мой, возьми меня. Вот просит, а Господь не исполняет. Почему? А потому что нужно было пройти. Пройти свой жизненный путь Божией Матери. И вот за три дня ее известил архангел Гавриил, как некогда он ее извещал о благовещении и не просто извести ее. Он дал ей знак, ветвь райскую, пальму, которая символизирует собой победу. Победу над врагом дьявола, над страстями, победу над смертью. И Божия Матерь уснула. Сном радости, сном тихости, сном торжества. И каждый раз, когда мы приходим в храм, совершаем этот праздник, как пишет святитель Феофан, мы должны думать о том, что подходит с каждым годом и день нашего представления. Но какой он будет? Будет ли это успение тихое, радостное, мирное? Или это будет смерть грешников люта, как пишет псалмопевец Давид. И вот что нам делать? Мы задаем себе вопросы. Что нам делать, чтобы наша смерть была хоть какой-то в сотой, в тысячной доле похожей на переход Божией Матери? Можем мы сами ответить на этот вопрос? Нет. Опять будет не точно. Но как же нам лучше тогда ответить на этот вопрос? Нужно открыть святых отцов. Они уже при жизни прошли этот путь борьбы со страстями, и они уже в этой жизни ждали, подобно Божией Матери, этой минуты торжества, радости. как апостол Павел пишет для меня жизнь это Христос, что же для него смерть? Он пишет, а смерть это нечто большее. Он употребляет слово, а смерть это приобретение. Вот эти отцы церкви, в частности, Феопан Затворник пишет, чтобы наш исход, переход был благополучен, нужно три вещи. Первое это не прилипляться к этому миру, не пристращаться к этим вещам, ко всему, что есть в этой жизни. А как это сделать? Можно это сразу сделать, нельзя. Потому что дьявол, как пишет святитель Феофан, он как паук. паук, он же не сразу вот эту муху, он ее не сразу опутывает ни в один момент, а он полосу за полосочкой накручивает на эту несчастную муху, и она потом уже не может пошевелиться, и он тогда делает свое дело. Так же и дьявол. И поэтому нам тоже нужно по одной полосочке отрезать эти страсти. чтобы не прилепляться. Может ли странник очень жалеть, что он не остался в этой гостинице? Пишет святитель Феофан. Конечно, нет. Потому что странник знает цель конечную своего пути. Его там ждут родные, близкие, а здесь какая бы ни была гостиница, она остается гостиницей. Вот когда мы часто будем помнить, что мы путники, что мы странники, что все на земле, здесь гостиница, что это не наш дом, тогда нам будет легче. Второе, как пишет святитель Феофан Затворник, это покаяние. Разбойнику уже не страшно было идти в вечность, хотя он весь был в крови. наверное все вместе взятые мы с вами не сделали столько злодеяний, сколько сделал один человек. И вот этот негодник, этот подлец, как его еще назвать, он первым входит в рай Божий. Почему? Потому что было сердечное, не просто умственное, а сердечное покаяние. И святитель Феофан приводит такой тоже пример. Представим себе, что кому-то нужно идти к царю, а он вот по своей работе многое сделал не так. Ему страшно прийти к этому человеку, потому что он получит сполна за все свои ошибки. А если у него является другом любимый сын царский. И этот сын царский говорит, ты не бойся, я сейчас зайду к своему отцу, все ему объяснил, и тогда заходи спокойно. Вот таким царским сыном является Господь наш Иисус Христос. Когда мы покаемся от всего сердца, то не нужно бояться ничего, нужно идти к Богу смело. И третье, святитель Феофан Затворник пишет, что вот бывает, человек вроде бы и живет здесь, не пристращается, ни к чему земному, и кается, но если третьего не будет, то напрасно все наше дело спасения. А третье это желание. Как Божья Матерь она желала и просила, как апостол Павел и все угодники желали вот этих небесных благ, и мы каждый день читаем, Господь, не лиши меня небесных твоих благ. Вот эти удивительные молитвы должны настраивать нас на желание, на желание вот этого царства, пускай малого. Схиегумен Кукша говорил так, хоть с краюшки, но в раюшку. Так он этого хотел, так он к этому стремился, но считал себя недостойно грешным. И вот так поэтому говорил. И еще для того, чтобы попасть нам в это райское место и блаженство, сегодняшний праздник говорит нам о главной добродетели Божьей Матери это ее смирение. Говоря просто русским языком, это состояние нищеты духа, когда мы чувствуем, что мы ничего сами доброго, Господи, тебе угодного не сделали от себя, все, что у нас получалось, это твоя благодать, а мы нищие, недостойные, убогие. Вот если мы не будем иметь этого смирения, пишет Паисий Афонский, то напрасно наши молитвы, мы часто просим Господи, дай нам молитвы, дай нам любви, дай нам терпения, можно приобрести даже частично, конечно, вроде бы и молитву, и терпение, и так сказать, любовь, хотя это любовь будет в кавычки, если не будет у нас вот этого смирения, то Бог не даст нам благодать, благодать дается за эту нищету духа, и поэтому ответ, почему Божия Матерь так высоко поднялась выше Херувимов, Серафимов, всех ангелов, ответ очень простой, за ее смирение, за ее основной добродетель, который является основной добродетелью Господа нашего Иисуса Христа. И для того, чтобы сегодня почтить Пресвятую Богородицу, давайте, уходя из храма, дадим себе вот такое обещание, а точнее просьбу, просьбу нашу направим к Божьей Матери, Матери Божией, помоги нам, хотя бы в этот день, смиряться перед всеми людьми, вот быть хоть чуть-чуть похожей на тебя, иметь эту главную христианскую добродетель, тогда Божья Матерь будет способна передать нам великие милости, которые называются благодатью Духа святам. Если мы не придем в это состояние, то Божия Матерь не сможет нам ничего помочь, потому что гордость это противоположность добродетелей, и как святые отцы пишут, оно является стеной между Богом и человеком, и задача каждого из нас в нашей жизни сокрушать эту гордость, и приходить в состояние смирения и послушания, и тогда Божия Матерь будет давать нам божественную благодать Сына Своего. Аминь. Спасибо. Звучит многолетие, которое и спрашивает у Господа всем присутствующим в этом храме, начиная с Патриарха, Митрополита, Всего Духовенства и всех присутствующих многое и благое лето в этот день. Словами замечательной проповеди владыки Даниила закончилось праздничное богослужение в День Успения Пресвятой Богородицы в Успенском храме города Архангельска. Разрешите и мне поздравить всех телезрителей, всех вас, всю творческо-техническую группу телеканала ПС с этим замечательным двадцатым праздником и пожелать заступничества Царицы Небесной. С вами был священник Валерий Суворов. Храни всех вас, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok